Ребята, всем привет! У нас сегодня выходные, знаете, мы куда собрались? Куда мы собрались? Все в сборе? А по-русски? Да, мы едем сейчас за елкой. Вот, возьмем вас с собой и вместе будем выбирать елку. Это большая, да, но это чересчур большая елка, Юля, для нашего дома. Куда ее ставить-то? Крути, крути. Что, этот? Это дерево? Да. Значит, не знаю. Это. Ну-ка еще покрути. Нет, это нет. Маски нас тут заставили одевать. Нет, это нет, у нее вообще макушка кривая. Все, мы елочку выбрали. У нее, правда, два ствола, но мы ее так повернем, чтобы не было видно. Зато она пушистая. За 15 евро. Сейчас, Андрей, все. Маски, наверное, можно снять. Нет? А, тут везде надо маску. Ребят, мы уже дома. Сейчас будем... Что, ты сегодня будешь ставить ее? Сейчас в зал? Елка громадная. Там у нас даже места столько нету. Дети выбрали эту. Мы каждый год покупаем... Елка. 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 Не ель. Елка. 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 На, ну. Ли-ка. Елка. За 15 евро, в общем, ну, там это такие второй сорт. У них или макушки две, или два ствола. Вот это сейчас с двумя стволами. Но ее можно так поставить, что вообще ничего не видно будет. Вот мы такую и взяли. Так, ребят, Андрей заносит нашу елку. Лиза, сейчас. Лиза, смотри, баум. Смотри, папа дерево несет. Вот, а выносить его вообще все иголки будут по всему дому лежать. Юля, закрой дверь там за папой. Дом маленький построили. Ну, дом маленький, Андрей говорит. Еще больше надо было. Ну да, для елки места мало. Всегда, когда вы такую, вы всегда огромную елку хотите, а места-то там мало. Где? Ой. Все. Надо было эту веточку еще отрезать, наверное, нижнюю. Ну, сейчас посмотрим. О, запахло. Такой холод сразу от елки идет. Выпадает. О-о-о. Смотри. Смотри, какой баум. Юля, Лиза не помнит, она маленькая была. Я всего лишь полгодика была. Что за елка? Да, да. Где, Юля? Ну-ка, поищи. Где? Где она? Там спряталась за елку. Не видно, скажи, тебя. Огромное дерево, Андрей. Что мы взяли? Не-не, так нет. Так видно. Так видно вон вторую эту. Может, хотели обрезать? Ну да, но не так. А, если ты ее там обрежешь, то нормально? Ну, все равно обрезать эту надо. Да, можно вот так. Ну, верхнюю все равно видно. Макушку надо обрезать. Вот видите, ребят, мы все купили с двойным этим. Покажи двойной ствол. Зато сэкономили. Ну, сэкономили. Да. Ну, если мы ее свяжем, оно не будет видно. Ну, дерево огромное, конечно. Ну, у нас диван старый. Он заходит в окно. Потом, когда будем покупать диван новый, мы будем брать маленький. Чтобы у нас елка прям по середке вставала. Ну, так как у нас папа любит такую огромную елку и дети любят огромную елку. Вот приходится всегда вот такую покупать. Я бы купила маленькую вот такую. Они не хотят. Вот. У нас всегда такой. Ну, все, двигай. Ну, за 15 евро хорошая елка пойдет. Такую елочку мы поставили. Мы завтра еще немножко ровнее выпрямим ее, чтобы она ровно стояла. Вот. Отрезали там пару лишних веточек. И теперь даже не видно, что она двухствольная была. Смотрите, какая красивая пушистая елка. Обалденная. Вот это мне надо все убрать. Там цветочек, потому что... Он там, наверное, не в тему. Ну, то есть его не видно или оставить. Ну, посмотрю еще. Так, друзья, всем доброе утречко. У нас сегодня воскресенье. И мы сейчас будем елочку нашу наряжать. У нас тут есть такой Дед Морозик. Он только у него мешок отвалился. Сейчас приклеить. Нужно ему сюда на плечо его. И будем уже наряжать. Бай. Майка, ты можешь в эти белишон эти веревочки уже. Вон там веревочки такие золотистые. Тут вот эти веревочки. Или лучше нам с этими прицеплять. Ну-ка дай вот тут вот. Давай эти крючки. Посмотрим, как с крючками. Да, мы будем с крючками их вешать. Ну, тогда снимай пока. Нам сначала надо гирляндой повесить. Вот с этими крючками будем лучше игрушки вешать. Легче. Что это, Лиза? Бай. Бай. Да ты моя девочка. И до сопельки тебе вытерем. Все, ребят, сейчас будем приступать наряжать. Андрей я сделал на пробу вот эту вот гирлянду такую. Ее можно управлять с телефоном. И она светится. Ну, различные эффекты. Но она короткая, поэтому немножко так мы ее вовнутрь сделали. Чтобы ее как бы не сильно было заметно. Ну, и нам ее не хватало. Она всего лишь 5 метров. А елка большая. Сейчас я гирлянды повешу. И потом уже будем шарики. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok У детей уже больше нету настроения украшать елку, теперь буду до конца сама ее украшать Еще у меня есть такие красивые бабочки, я как-то их покупала в Баумаркте, да, в этом, как он по-русски Ну, в общем, в магазине, где продаются обои, все такое, вот там были вот эти бабочки, мне они так нравятся тоже Два разных сорта, одни такие вот и вот такие, ну, такой материальчик Удобно, что они на таком зажиме, так можно на елку просто повесить на зажим и все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу вот эту вазу оттуда убрать, потому что ее почти не видно, там я ее поставлю вот сюда Я ее поставлю в это место к звезде Ну, пока вот так будет Кто тут у нас проснулся, Лиза-Маша? А там такая красивая елка, да, Лиза? Ой-ой-ой, смотри, ну как сучка труда Ой-ой-ой Это кто такой Николаус там? Кто такой Николаус? Ты будешь туда ставить, детка, мамочка, давай? Поставь саночки туда Вау, тебе нравится? Баль Баль Это баль Ребят, мы все прибрались Теперь сидим и смотрим кино один дома Это кино можно каждый год смотреть И оно не надоест Андрей разжигает камин Лиза там пошла помогать А дети играют Ребята, я тут пока наряжала елку Одну ситуацию Которая произошла со мной Когда я была маленькая, я не помню Ну, примерно лет 5-6 мне было И это было под Новый год Мы в Сибири наряжали елку Елка была не вот такая Это сосна, по-моему, была Да, с длинными иголками У нас всегда в Сибири была елка И, ну, нарядили, в общем, под Новый год елку Помню еще эти советские игрушки Такие цветные, знаете, разноцветные Всякие там Дед Морозы Снеговики Снегурочки Я думаю, кто из Сибири Ну, вообще из России Кто помнит эти игрушки В общем, нарядили мы эту елку Все красиво Елка стоит большая Наверное, размером, как вот эта наша Ну, и тут нужно было прибраться в гостиную Пропылесосить Я не помню Сказала ли мама мне пропылесосить Или я этого сама хотела Ну, в общем У нас был такой пылесос ручной Не такой, который по полу ездит А он был ручной Еще помню красного цвета такой Но проводной У него был провод А розетка у нас была за елкой В общем Ну, и начала я тут Включила этот пылесос Ну, представляете, да Ребенка маленького Пять лет Шесть, скажем Ну, пять где-то С пылесосом Ну, и такая довольная Начала пылесосить Пылесошу, пылесошу И... В общем, повалила я всю эту елку Не знаю, как Зацепила этим проводом И завалилась эта вся наша елка Многие игрушки разбились Я, конечно, была сначала в шоке Я напугалась Из-за того, что я не знала Как отреагируют родители Будут ли они меня ругать или нет Но это был такой шок На всю жизнь Я вот эту ситуацию Очень запомнила Конечно, никто меня не ругал Подняли опять эту елку Кое-какие игрушки выкинули Которые разбились И дальше она Эта елка так и стояла Друзья, ну, а мне хотелось бы узнать От вас Происходили ли с вами Какие-то такие подобные ситуации Под Рождество Под Новый Год Может быть, кто-то из вас Так же ронял елку, как и я Так что напишите мне свои истории В комментариях А мне будет очень интересно И приятно почитать Ну, и на этом я буду уже Заканчивать сегодняшнее свое видео Надеюсь, вам было интересно Уютно, тепло с нами Благодарю вас всех За ваше внимание За ваше время Что вы его проводите с нами И мы с вами уже увидимся Совсем скоро В новом видео Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому